Привет, друзья! Это новый видос на моем канале и в этом видео я хочу вам показать свою новую машину, которая когда-то была в игре Need for Speed Underground 2. Погнали! Это, друзья, Hyundai Tiburon 2004 года выпуска с атмосферным двухлитровым двигателем и передним приводом. Конечно же, это купе. Не думал, не гадал, что когда-то буду себе покупать Tiburon, тем более, как машина на повседнев. Я на данной машине проехал уже почти 10 тысяч километров, и она меня только радует. И по цене обслуживания, и по комфорту, и по вместимости багажнику, между прочим. Чтобы вы понимали, он, в принципе, здесь большой для такой компактной машинки. Буду рассказывать про мою машину, что с ней не так, сколько она стоит и почему именно он. Естественно, начну с его положительных сторон. Во-первых, это купе. Даже на сейчасшний момент, 2004 года, машина привлекает взгляды. Как вы сами понимаете, купе спортивное выглядит, в принципе, достойно. Не знаю, как вам, мне лично очень-очень нравится. Также она на катках, на 17-х. Внешний вид она, конечно же, имеет. Хоть она и потаскана жизнью, побита, так скажем, немножко. Но, тем не менее, вид она имеет, взгляд она притягивает. Порой подходит, спрашивают, это Мазда. Я думаю, почему именно Мазда, как бы, не знаю. Но вот в основном спрашивают, Мазда ли это. Нет, это не Мазда, это Тибурон. Это считается как спорт-купе, и он комфортный при этом. У меня рост 100 метров 86. Самый, наверное, сейчас главный минус по данной машине, это ее кузов. Потому что есть вот такие вот жизненные костки, нету жабр, сгнившие пороги, это Моудинг-код отошел. Сгнившие низ дверей, плюс здесь шпаклевки лежат, вся бочина такая, я думаю, прекрасно видите, помята. Естественно, сгнившие задние арки, которые менять, провисший бампер. Бампер, крышка бака не держится, она вот такая вот. Задний бампер был, получается, здесь, прямо наш российский номер, точнее, по базам. Ну, вот, сделал все непосредственно квадратный. Теперь хоть она стала более симпатично смотреться. Как бы дырки есть, но что поделать. Был бампер, неоднократно бит. Вот здесь он тоже провис. В этом крыле, вот здесь вот, думаю, у кого Тибуроны, те знают, что это ихняя самая большая проблема. Здесь сгнивает фартук и образуется охреневшая дырка, через которую у меня поступала пуль в салон. И салон прям весь был в пыли, в грязи и так далее. Это первая машина, где я использовал монтажную пену. А, ребят, мне очень слюб. Вот, чтобы у меня не задувала пуль в салон. Здесь шпаклевка, здесь завалено, здесь также сгнившие пороги. Да, есть еще также по дну проблемки. Это все мы устраним. Сварка есть, все есть. Тут на капоте у меня тоже есть и шпаклевка. Вот, так что кузовня у нее, конечно, жизнью побита. Здесь даже вот такая вот штука есть. Это сейчас я недавно увидел. Давайте теперь посмотрим, что у нас в салоне. Дверь здесь, кстати, огромная. На парковках, если рядом паркуются, выходить вообще неудобно. Потому что размах двери вполне такой здоровый. И вылазить, на самом деле, с моим ростом 186 неудобно. По салону непосредственно посадка очень удобная. Лично для меня, с моим ростом. Но, можно сказать, в машине я не сижу, а полулежа нахожусь. Поэтому, в принципе, довольно-таки так комфортно. И башкой до потолка я немножко не достаю. Полностью рабочий люк. В двух положениях такой. И еще уезжает назад. Это его второе положение. Люк не течет. Вторая тачка у меня с люком. Вторая купе. И где люк полностью рабочий и не течет. Вот, что, между прочим, очень, так скажем, приятно. По салону, что могу сказать из минусов. Нету магнитола. Здесь стояла до этого какая-то китайская хрень, которую я просто выкинул. Теперь я езжу пока без магнитола. Руль пошарпанный, замотанный изолентой. Торпеда в очень хорошем состоянии. Не скрипит. Она полностью вся мягкая. Что в нынешних машинах, в новых, очень довольно-таки так редко. Дверные карты в хорошем состоянии. За исключением дверных ручек. Они вот такие вот побитые. Крепежи все поломаны. И они ужасно скрипят. Сломанная защитная сетка. Вот, кулис МКП работает без проблем. Очень мягкий подлокотник. Точнее, не мягкий, а комфортный. Как бы, да, он мягкий и комфортный. Вот, сзади, получается, находится у нас место для задних пассажиров. Но, но, но... Ай, блядь. Ах, вот, вот, про что я говорил. Влазить неудобнее. Но. Сзади пассажирам даже есть такая техническая наклейка, назову ее так. Типа, при закрытии багажника не ударьте заднего пассажира по голове. Она находится, что здесь, что на крышке багажника. Черный потолок велюровый, очень чистый. Я в тачке не делал ничего. Вот как забрал, ну, только пыль иногда протираю. Рабочий кондиционер, рабочая печка. Ну, поломанная вот эта вот рамка. Это все, на самом деле, настолько мелочи, насколько вот проблемы с кузовом. То есть, это все продается, все делается, все меняется. И все это можно сделать. Сидение у меня с подпорка под поясницу. И регулировка вперед-назад и по высоте. У пассажиров, в принципе, все то же самое. Кстати, по поводу багажника. Если бы мне прошлый владелец не показал, где он открывается, я бы никогда бы в жизни не нашел, что кнопка багажника находится в двери. Багажник, как я и говорил, очень вместительный. Вот сейчас у меня здесь лежат мои инструменты и провода. Будет серия непосредственно, сколько влазит в тибурон, потому что я уже частично переехал на новое место жительства и перевозил инструмент, баллоны, сварку. В общем, все в следующей серии в этом плане увидите. Здесь такая же наклейка. Не ударьте пассажира крышкой багажника. На самом деле, когда у меня даже ребенок садился, его голова немножко достает до стекла. Что у нас под капотом? Самый такой охраненный плюс – это газовый упор. Не нужно ставить вот эту палку, которая вам будет мешать. Под капотом, как я говорил, у нас 2 литра 138 лошадиных сил. И дальше все. Естественно, есть запчасти контрактные, которые устанавливал не я, а бывший владелец. Когда я ее покупал, она была без рабочего гура. Здесь вот все в черной хрени. Это был лопнутый гачок гура, который я менял, покупал и заливал жидкость. Это еще нужно все будет полностью отмывать. Как я и говорил, кондей работает, выхлоп не сечет. Все в под капотом, в принципе, в рабочем состоянии. Даже двигатель родной. А пробег у нее на данный момент уже 290 тысяч, ребят, тачки. И у нее родной двигатель. Да, подкушивает немножко масла, не спорю, но не критично. Тачка по своей динамике едет, как и должна ехать. Ну, также есть проблем крепления фар. Что с этой, что с этой стороны. Фары уже, естественно, все полностью мутные. Как бы нужна полировка, либо замена фар, потому что ночью они, честно, ничего не светят. Спасают противотуманные фары. Капот в плачевном состоянии, он битый-перебитый, плюс уже ржавый. Есть заломы. Я не понимаю, зачем вовнутрь ложить шпаклевку, но сама суть, она здесь есть. Стаканы живые. Закрывается он тоже жестко. По-другому его не закроешь. Давай теперь прокатимся на ней. Так, мы первым делаем, честно, закроем люк, потому что у нас светит солнышко. Прямо в лицо неудобно. Вот, кнопочку надо держать, когда люк закрывается, да. Что ж, поскольку это купе, как я и говорил, со своим ростом здесь сидеть вполне комфортно. Я сижу полулежа, у меня до потолка еще вот так вот два пальца. Но, тем не менее, есть все равно свои неудобства. Хотелось бы руль чуть-чуть на себя выдвинуть. В данной машине такой функции нет. Здесь регулировка руля только вверх-вниз. Вперед-назад, к сожалению, здесь такой регулировки нет. Что-то не бибикаешь, у нас красный. Сидения в тюбуроне, по крайней мере, лично для меня, очень удобные. Особенно спасает поясничная подпорка, которая держит мою поясницу в сидячем положении. Очень комфортно ехать, спина, в принципе, за долгое время не устает. Единственное, что могу сказать, данная подвеска, вот, что стоит у меня, может быть, она уже мертвая, может быть, влияет 17-е колесо и 40-й профиль резины. Она очень жесткая. Любой лежачий, любой камушек, любая неровность на дороге ощущается в машине очень-очень сильно. Поэтому, если вы любитель мягкой езды, эта тачка точно вам не понравится по управлению. Может быть, можно сделать, конечно, ее мягче, там, заменой чего-либо, но меня сразу предупреждали, что тюбурон машина жесткая. Хотя, в принципе, есть с чем сравнить. И скажу так, из серийных машина реально жесткая. Выхлоп в стоке здесь довольно тихий. Как бы тачка задушена, это 100%, потому что чувствуется, что есть подрыв, но потом такой затык, чувствуется, что машина не дышит. Нужно будет поиграться все-таки попозже с выхлопом, раздушить, так скажем, машину. И, возможно, нам это даст более, так скажем, подрыв. Машина у нас задышит. И также поиграемся со звуком, чтобы на дороге мы привлекали еще больше внимания. По максимальной скорости на данном тюбуроне у меня стоит ограничение в 190 км в час. Дальше отсекает до 180 и начинает заново расти. К счастью, на спидометре здесь 260, но разогнать даже 200 на ней нереально, потому что ограничение нам мешает. Возможно, это как-то лечится, не читал, не скажу. Но хотелось бы, конечно же, на ней поехать больше. За эти 10 тысяч, что я проехал на автомобиле, я поменял себе правый привод, потому что у меня захрустела наружная граната. И при ее замене я, к сожалению, допустил ошибку. Я ее не досадил на свое место. И когда тронулся, я себе слезал все шлицы на самом приводе. И пришлось менять весь привод. Привод обошелся мне в 7 тысяч. Слали мне его с машины, которая прошла что-то 59 тысяч миль. В общем, привод, в принципе, новый. Я его поставил и езжу уже без проблем. Но буквально вчера у меня захрустел левый наружный. Но благо есть запасной, который я вот покупал на правую сторону. Теперь он у меня встанет на левую. Сам шрус мне вышел внешний. Что-то в районе 3,5 тысяч. Фирма Stelex. Я считаю, что это, в принципе, недорого по нынешним ценам. По городу она у меня жрет где-то в районе 9 литров. Максимум 10. По трассе, когда ездил на отдых, она у меня выдала стабильные 6,8 литров на сотку. Что, в принципе, мне вполне комфортно. Я сейчас вернул с трассы на прямую. На прямой участок. Где можно, в принципе, раскрутить немного машинку. И мы сейчас с вами на это немножко посмотрим, как это работает. Вот третья передача в пол. Вот чего не хватает, так это выхлопа на данной машине. О, люк засвистел. 140. А, у меня даже люк при такой скорости до конца не дозакрылся. О, пошла вибрация по кузову 150-160. То есть тачка довольно бодро едет, набирает свои обороты. И очень комфортно, в принципе, сидеть. Но вот эта вибрация, у меня резина уже полулысая. Вот, надо будет скоро попокупать. И люк у меня, да, не дозакрылся при такой скорости. Надо будет дозакрылся. О, закрылся. Вот. Так что динамика разгона у тачки есть. Не хватает банально вот этого вот. Чтобы было ее еще и слышно. Не сильного, конечно, но приятного бубняжна очень не хватает. Надо заняться. Надо этим заняться. Так что, друзья, вот такая у меня появилась машина довольно интересная. Есть чем заняться. Есть у нее потенциал. Если вам стало интересно, что же будет в дальнейшем с машиной, обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы с тачкой. Также я в скором времени из общежития переезжаю в свое жилье, где буду делать полный ремонт с самого нуля. И сесть на все своими руками. Поэтому будет вам что подснять, что показать. Думаю, будет интересно. Так что, дорогие друзья, до новых встреч. Пока-пока. Привет, друг. Я наконец-то перебираюсь в свое жилье. Ебатюшки, садушки, сколько ж тут работы. Субтитры сделал DimaTorzok